Привет всем! Мы находимся в музее «Сарай», неподалеку от дома, где я живу, в Сестрорецке, точнее, в Разливе. И сегодня мы попросили директора этого музея... Представьтесь, пожалуйста. Коваленко Наталья Степановна. Коваленко Наталья Степановна. Тема, которую я давно хотел обсудить с Коваленко Натальей Степановной, потому что она идет в русле того, что сейчас вообще происходит, это как вообще позиционировать подобные исторические объекты. А это, надо сказать, я, кстати, в приятном культурологическом шоке, аутентичное здание с аутентичной дранкой и еще с лестницей, по которой Владимир Ильич лично карабкался на второй этаж, где у него был рабочий кабинет. Так вот, начнем прямо с места в карьер. Как вы позиционируете сейчас данные культурные объекты? Ну, во-первых, позиционируем мы себя очень просто. Мы рассказываем историю этого места, и позиционировать нам не приходится находить какую-то позицию, чтобы рассказывать людям. Людей интересуют Ленин, их интересуют события столетней давности, их интересует вообще, в принципе, что произошло такое с их стороной, с их жизнью, с их предками сто лет назад. Поэтому велосипед мы тут не изобретаем. И основная линия, это все-таки история 17-го года, Владимир Ильич Ленин. Ну и немедленно важная составляющая вообще, о чем мы рассказываем, это все-таки о самом Емельянове, как о рабочем Сестрорецкого инструментального завода. Мы находимся в Сестрорецке. Завод – это городообразующее предприятие. И поэтому неразрывно связано с историей самого места, где вы находитесь. Тем более в курортном районе другого учреждения, которое создано для популяризации и сохранения истории курортного района, нет. Мы, как учреждение музейного типа, созданы для комплектования, собирания, хранения, изучения и популяризации истории курортного района. По пребыванию здесь Ленина и вообще 17-й год, революционная история нашего завода, наших рабочих, заселение этих мест, история коренного населения, потому что, ну, я не могу, не знаю, в процентном соотношении, но, наверное, я думаю, где-то 30% населения Сестрорецка – это коренные жители. И они все связаны именно с именем завода, потому что и развитие территории связано с тем, что рабочие были призваны на завод и заселялись эти места из семей рабочих. Поэтому мы очень органично, музей-сарай, он очень органично вписывается и в поселок разлив, и в историю Сестрорецка, и в историю Санкт-Петербурга, и не побоюсь этого слова, в историю России. Как вести себя в той ситуации, когда в средствах массовой информации, в благосфере, да где угодно, иногда это даже чувствуется на государственном уровне, проводится линия, что все, что сделали большевики, что все, что сделал Ленин, это было зло, и после этого страна закончилась, и началась вообще какая-то другая, совершенно ужаснейшая история, которая вот сейчас тоже, слава богу, закончилась, и мы вступили в светлый мир демократического будущего. Вы знаете, я думаю, что если взять любой музей, не только наш, сталкивается с большим количеством проблем, связанных с идеологическим прошлым, либо музеем, либо и местом, либо именем человека, с которым связано это. Я вас уверяю, что и Петергоф, и Пушкин, и Павловск, и маленький музей, и музей Пушкина также сталкиваются с какими-то недовольствами или с какой-то интерпретацией или идеологическими проблемами, потому что людей много, мнений много, и, конечно, сложно сохранять определенную либеральную политику, но музей – это учреждение, которое показывает историю на конкретных предметах, на конкретных фактах, то есть мы работаем с фактами, с архивами, с предметами, с историями, не с памятью людей, а именно с тем, что эта память производит. И оценку в масштабе мы, конечно, не можем дать, но мы стараемся людям рассказывать правду, а оценку все равно люди делают сами. Понимаете, каждый человек, как и вы, как и я, если нам расскажут один и тот же факт, вы его воспримете с одной стороны, а я с другой. Вот у меня, допустим, две бабушки, совершенно два разных человека, я просто, когда он мне спрашивает про это, я всегда привожу этот пример. У меня бабушка была из творческой интеллигенции, да, в Санкт-Петербурге выученная, выращенная, она видела непосредственно то, о чем говорят, что сейчас не было, это репрессии. Бабушка мне рассказывала, называла конкретные имена, фамилии, и я это все через себя пропускала. Другая моя бабушка была не менее уважаемым человеком, но она была абсолютно, она была такой прагматический экономист, абсолютно ответственная, такая вот настоящая комсомолка, знаете. Интегрированная в советское общество. Такая интегрированная в советское общество, и у нее было совершенно сознание. Я обожала, я люблю обеих своих бабушек, да, и с уважением отношусь и к одному другому человеку. Просто в силу обстоятельств, в силу разных городов, в силу разных профессий, в силу других разных масс объективных факторов, у них совершенно разные впечатления о том времени и месте, где они жили. Я же не могу одной сказать, что да ты не права, а второй, это же ты не права. Я вообще не имею права, я тогда даже не жила. Я не имею права их оценивать, их отношения. То же самое, если мы с вами начнем более глубже друг друга узнавать, да, у вас, может, совершенно другие впечатления, и мы сходим в один парк, и вы скажете, да ну, что там вообще кошмар какой-то. Я скажу, да вы что, да так прекрасно, да с детьми там, или еще что-то. То есть здесь еще момент такой, как человек к нам пришел, как мы его встретили, что мы ему рассказали перед этим, что он вообще, в принципе, хотел услышать. Как мы перед этим... Вот это ключевой момент, что он хотел услышать. Да. И, конечно, я радею за то, чтобы людей встречал не просто экскурсовод, который выучит вот экскурсию, а та да я, да, вот. Ну, пришли, здравствуйте. Вы находитесь в Сестрорецке, Сестрорецке основан в таком-то году. Ну, какие-то базовые знания. Я радею за то, чтобы человек пришел и встретился с человеком, который имеет глубокие исторические знания и определенный, ну, наверное, либеральный взгляд, потому что приходят люди все-таки разные, и мы должны и одним, и другим донести определенную фактическую, фактологию, историю. Конечно, мы не можем навязывать мнение, ну, это невозможно. Но каждый человек, уходя от нас, он все равно уносит часть истории, по крайней мере, просто уважение к этой истории. У нас прошло очень мало времени, сто лет. Предыдущий год показал только одно. Я была, старалась на все мероприятия попадать, была на всех выставках. Достаточно детально попыталась изучить, потому что я стою на пороге реэкспозиции музея Шалаш, и для меня актуальна вся та информация, которая обнародована в прошлом году. Вывод один, что люди не пережили это, не переработали, не осознали, нет определенной оценки. Я говорю, что я когда была на культурном форуме, и был большой круглый стол из представителей ученого мира, то есть это имена, известные в мире, и наш академик РАН, который возглавляет комиссию по истории, которую они дают официальную историю... По правильному донесению истории до населения. Да, но это вот учебники, методический материал для образовательного процесса России. Вот так. Наверное, что-то примерно в этом роде. Не знаю, может, правильно, не правильно назвала. Но когда он сказал о том, что да, на самом деле, в настоящий момент существует 21 вариант событий истории столетней давности, 1917 года, но мы вот сделали, у нас официально утверждено три версии для учебников. Ну, я не думаю, что там говорится о том, что три совершенно разные версии. Но имеется в виду, что какой-то образцы типовые, как об этом рассказывают. Ну, я могу сказать, что интерес к нам именно как к месту в советское время паломничества людей, да, преклонения, оно именно к советской истории. Оно не угасло. Это наше основное в любом случае. То есть мы не перепрофилировались и не рассказываем тут какой-то анекдот или еще что-то несусветное. Нет, мы в архивах нашли какие-то, мы нашли не какие-то, а документы, подтверждающие развитие самого музея, судьбы людей, которые были с ним связаны. Мы об этом рассказываем. А саму вот, я абсолютно с вами согласен, я это называю вообще посттравматический национальный синдром. Это то, что мы сейчас переживаем. Посттравматический национальный синдром. Можно я это слово как-нибудь буду использовать? Я вам его дарю, потому что это именно то, и это я ощущаю, вот даже по своему каналу, у меня действительно под одним и тем же роликом, где просто стоит человек и что-то говорит, будут абсолютно два диаметральные противоположные мнения, причем вот как бы по факту. Или там опрос, вот ты выйдешь и сделаешь опрос, там, не знаю, в Крыму, прости господи. И тебе напишут как бы вот, из Украины тебе напишут одно, из России тебе напишут другое. Хотя ты просто вышел и спросил людей. Больше ничего ты не делал, на самом деле. Казалось бы, вот она, ну вот, правда в чистом виде. Здесь и сейчас я подхожу и задаю людям конкретный вопрос, одинаковый. Нет. Тем не менее, предвидя реакцию некоторых зрителей, все равно, а какова тогда современная трактовка личности Ленина? Ну, я имею в виду не в глобальном плане, а вот здесь. Ну, вот люди же приходят, да, и для них Ленин это Гитлер, а для других Ленин это там, я не знаю, вождь мирового пролетариата, который, значит, облагодействовал нашу страну. Ну, что вам сказать? Опять же, разные мнения, да? Нет, я понимаю, ваша установка музея, да, потому что задают же эти вопросы, я уверен, абсолютно, и очень много. Естественно. Мы не говорим слово «великий» и не говорим слово «ужасный». Мы не говорим слово «фашизм» и не говорим слово «расцвет» и «любовь» и все остальное. Весь советский период мы не берем. Мы рассказываем о Ленине, ведь многие люди, которые сюда приходят и говорят о фашизме, о сталинизме, о ленинизме, о репрессиях, вот это вот все путают. Я говорю, ребят, Ленин когда умер? Умер, умер. 24-й год, все, баста, в 22-м году он уже в принципе вообще не функционировал, да, то есть он уже не управлял. То есть это были какие-то всполохи, когда он что-то успевал объявлять, издавать какие-то приказы. То есть для людей уже немаловажно, когда они к нам приходят, уже сказать о том, что мы отсекаем этот период, то есть вот до этого, потому что дальше уже делали другие люди. И мы уже не берем историю, и тем более Сталин и всех остальных лидеров нашего государства 70-летнего. Очень сложно рассказать людям и с положительной, и с отрицательной стороны. Рассказывая факты, говоря о том, что было в стране, мы рассказываем о том, что на Средском оружейном заводе люди, рабочие были привилегированы. Но тем не менее, они получали образование, у них были дома, это были обеспеченные люди, они хорошо одевались, тут была читальня, они посещали концерты. Ну да, конечно, дети бегали в лес, там еще женщины работали, но в принципе вот эта территория, она была комфортна для проживания. То есть, ну мы должны рассказать о том, в каком, в принципе, на каком уровне находились рабочие, да, других в Петрограде. Потому что это было стратегическое предприятие, и оно было абсолютно надежно. Да, да, я и говорю, что, но тем не менее, вы понимаете, люди так созданы, что даже несмотря на то, что им было комфортно на данном куске земли, они все равно понимали, что происходило в стране, и они как рабочие привилегированы, наоборот, себя настолько ценили и уважали, что они не хотели смиряться с тем, что все равно они были мальчики по вызову, в прямом смысле. То есть, есть заказ, их вызвали, дали им денег, семья живет. Они хотели все равно добиться условий, льгот для жизни и работы. Я понимаю, что работающие на фабриках люди составляли, как говорят, 2-3-4% от населения страны. Но как это возможно посчитать? Ведь эти рабочие, эти бедные крестьяне, которые приходили и жили в нечеловеческих условиях в Петрограде, они потом возвращались в свои семьи. И эти 2-3% они как бы весьма немножко странно звучат, потому что этот курсировал поток. Данных не было, фактов не было. Если люди могли примерно посчитать по процентному соотношению уровень жизни одних людей и других, я, конечно, понимаю, кулаки, да, еще что-то. Не могу сказать, что у меня, в принципе, отношение к революции. Но то, что как бы лес рубят, щепки летят, это страшное слово, страшное выражение. Я не уверена, что в таком виде, что революция, она была абсолютно права в каких-то... Во всех. Нет, я не волнуюсь, просто я пытаюсь до вас донести. Сложно рассказывать людям и говорить о том, что невозможно, и мы не должны этого делать, говоря о том, что вот вам нужно относиться так. Нельзя так сказать. Мы можем рассказать только о том, что было фактически, а человек сам делает вывод. Где была, где трагедия, это трагедия нашей страны, это и благо нашей страны. И даже если взять французскую революцию и современное отношение французов к происходящему, только это было 200 лет назад, уже даже там 220 практически лет получается. И Наполеон, да у них уже когда-нибудь придешь, везде один Наполеон, как просто какой-то просветитель, какой-то... А что он сделал? За 9 лет все развалил, резни было и жертв какое-то катастрофическое количество, которое тогда вообще еще никто даже подсчитать не мог конкретно. Что тогда произошло за это время, так он еще и умудрился все развалить, потом восстановить, потом это все восстановили. И, собственно говоря, за короткий период не добился ничего. Но, тем не менее, он как сейчас национальный герой, да? Тем не менее, пришел Наполеон III и сделал из него как бы... Да, 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 тем не менее, пришел. То есть еще тут такой момент, не удержал, не смог. И еще, я всегда людям задаю вопросы, к Ленину. Я говорю, слушайте, вот как один человек, один, вот вы, вот идите, скажите, все, я главный. Пошли рубить. Ты пойдешь со мной на баррикаду? Ты пойдешь со мной на баррикаду? Все, вошли. И весь, там миллионы людей, все пошли, все начали крушить, ломать у себя в деревнях. Да они Ленина в жизни никто не видел. Че, кто, как это пошло все это крушиться? Это ж не один человек, но это невозможно. Для этого должны быть мощные, грандиозные, глобальные социальные предпосылки. Вот, это то, что многие вообще упускают из него. Это грандиозные, глобальные, это должны быть массовые, социальные, это разум. Ленин возглавил этот разум, и мы должны об этом понимать. А еще у Ленина была воля. Да. Очень жесткая. Он ее взял, да. Он ее взял, он взял власть, которая фактически валялась на деревне. Которую никто не хотел брать. Я как директор маленького музея, вам честно могу сказать, когда руковожу даже 35 людьми, и я в глаза говорю вчера одно, пишу приказ, пишу объявление, прихожу на следующий же день, и не увидела того, о чем, что было вчера сделано. Понимаете? И в эти моменты я понимаю, ну как это вообще возможно? Как? Как? Что? Вот как это можно? Это все, это стечение, это то, чего не могло не произойти. Здесь я абсолютно с вами согласен, и, к сожалению, сейчас у нас намечается какая-то странная государственная тенденция возвеличивать царскую Россию, в которой тоже было масса положительного и позитивного, но тем не менее, как бы, именно только с этой точки зрения подавать все эти вот моменты, а-ля там, не знаю, доскам энергии ему и прочее. Мне кажется, она говорит о том, что там люди, они не чувствуют народный нерв. Вот у меня есть такое ощущение. Нет, не согласна с вашей сейчас постановкой, вашего утверждения о том, что современная власть пытается что-то возвеличить. Я могу сказать следующее. Даже благодаря моим рукам, вот о чем вы говорите, я, как и другие музейщики, мы пытаемся восстановить то, мы просто как люди, которые призваны для сохранения истории, мы восстанавливаем определенные исторические пласты, вехи и знания, и понимания того, что было уничтожено за советский период. И дело не в возвеличивании, а дело в уничтожении в советское время определенное достижение императорской России нацеленное, естественно, на умаление достоинств всей предыдущей истории России для возвеличивания и увеличивания фактов достижений советской страны. Поэтому с подобной постановкой вопросов я совершенно не согласна. Потому что я именно тот человек, который, как вы говорите, возвеличивает императорскую Россию. Я своими выставками, находками, всем, чем я нахожу. Но у меня абсолютно такое же отношение ко всей моей стране, ко всей моей России, ко всей моей истории, в какой бы период она ни была. Это моя позиция. Я буду этим заниматься, потому что все равно я живу в России, и какая бы она ни была, какая бы история ни была, это моя история. И вот за это вам большое спасибо. Какое будущее у музейного комплекса? Самое прекрасное, чудесное и замечательное. Потому что в настоящий момент я, как директор музея, имею полное право, и мне никто ничего не указывает, что, как мне говорить и о чем мне говорить. Если вам конкретно про планы этого музея, то могу сказать, что у нас по плану строительство небольшого выставочного и административного павильона. Здесь мы оформили соседний маленький участок. Создание набережной, развитие нашей рекреационной функции музея, потому что к нам приезжают, в том числе и отдыхать. Увеличение потока посетителей за счет отдыхающих людей, которые хотят знать историю места, просто отдохнуть, хорошо провести время, познавательно, проведя тут хорошо время на каком-то мероприятии с детьми. Из домика к нынешней администрации, это дом семьи Емельянов принадлежал. В настоящее время наш музей получил на временное хранение предметы музея завода Сестрорецкого, которые там были, это архив, кубки, вообще история завода. И здесь экспозиция будет рассказывать о заводе. То есть это краеведческая экспозиция. Ленин у нас остается, остается история Сестрорецкая. Мы занимаемся комплектованием, изучением, сохранением. И развитием инфраструктуры. И популяризацией развития. Ну что ж, пожелаем вам всяческих успехов на этом пути. А вы оставьте комментарии под этим выпуском. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok